В связи с эпидситуацией в горнолыжных комплексах людей мало, да и туристов можно пересчитать по пальцам. Отсутствие посетителей бьет по карману предпринимателей, а вот отдыхающим это на руку. Услуги здесь дешевеют в несколько раз. Катающихся тоже мало. А так сезон хороший, снег хороший, благоприятная погода. Призываю всех к активному образу жизни. Я приехал отдохнуть, просто шикарно. Погода вообще суперская. В общем, я сегодня чувствую себя королевой лыжи. Я из города Челябинска. Раньше стоял на лыжах беговых. Впервые сюда приехал. Стою впервые вот на этих горных лыжах. Ничего сумел, ни разу не упал, как видите, снега нету даже. Очень круто, мне понравилось. Зимний турсезон – одно из важнейших направлений экономики страны. Для привлечения туристов создан сайт map.tourism.gov.kj с достопримечательностями Кыргызстана. Несмотря на то, что 2020 год для нас стал очень таким трудным, несмотря на это, мы делаем все усилия для того, чтобы восстановить и вернуть на прежнее русло сферу туризма. Потому что сфера туризма в Кыргызской республике развивается очень такими, развивался до 2020 года, очень такими динамичными темпами. Накануне на основе мнения читателей и блогеров-путешественников популярное британское издание The Guardian представило список 12 рекомендуемых мест для посещения в 2021 году. Возглавил его Кыргызстан. Британское издание не первый раз включает Кыргызстан в этот список. Страна входила в топ-лист еще в 2019 году. Кроме того, в том же году авторитетное международное издательство «Ланлые планет» включило нашу страну в топ-10 лучших стран для путешествий. Как приезжают иностранцы, как только товаро приезжают, говорят, у вас в Кыргызстане. Действительно, у нас даже в Европе мало таких отдыхающих мест. Мы должны показывать Кыргызстан именно с положительной стороны. Вот как Швейцария живет именно на туризме, у нас должна быть государственная программа развития туризма, привлечения инвесторов, чтобы туризм развивался. Зима только набирает обороты, а на сегодняшний день горнолыжные базы, пожалуй, самые востребованные места для проведения выходных. Отметим, в настоящее время по стране функционирует 27 горнолыжных комплексов.